Свободное искусство – это альтернативный вариант арт-галереи, которая расположилась прямо тут, на одном из одесских пляжей. Суть благотворительного проекта в том, чтобы дать старым вещам, которые должны были оказаться на свалке, второй шанс. Отдыхающим такая затея нравится, и они с удовольствием прикасаются к прекрасному. Расскажите, как вам такая арт-галерея на пляже? Красиво нравится. Что именно привлекает внимание больше всего? О, рыцарь этот понравился, динозаврики этот понравился. Красиво. Ноу-хау на песке можно посетить в течение месяца на 13-й станции фонтана. Нетрадиционный формат галереи привлекает внимание деситов и гостей города, ведь, как говорят организаторы, на пляже люди не боятся искусства. Сама суть фестиваля в том, что мы хотели изначально представить инсталляции, которые будут стоять на протяжении месяца, чтобы люди могли смотреть, потому что из-за карантина, конечно, многие галереи закрыты, люди не могут попасть на альтернативные площадки художественные, и поэтому мы подумали, что было бы неплохо выставить работы там, где, в общем-то, всегда есть люди, где, в принципе, есть какой-то поток. Нам кажется, что, в общем-то, в целом пляж – это лучшая галерея, потому что люди здесь не боятся искусства. Каждая скульптура – новая история. На выставке можно узнать историю деталей дореволюционного пирса и даже познать давние традиции Индии. Я ее назвал «Опора историческая». Очень интересный с ней случай произошел, ну, вообще ее история очень интересная. Ее выкинуло море в 2013 году, в мае месяце. И море, вот шквал, выкинуло вот эту деталь опоры исторической. На самом деле, это нижняя часть сваи, опоры еще дореволюционного пирса деревянного. В память о ситуации той о сыне своем, он уже 32 года, ему он мальчишка еще совсем. Это мой сынок там. Вот, а я как бы, я его отец уже все равно его когда-то оставлю. Я себе в поисках новых горизонтов, там ухожу за горизонт. Все равно у меня когда-то не станет его жизнь, а слон его благословляет. Слон это обычно храмовый, при храмах обычно есть, где туристические храмы такие. Слоны обязательно стоят, слоны благословляют посетителей хоботом, прикладываясь просто, ну, хоботом. И это море восторга, это нечто действительно, ну, блессинг такой, благословение. Материалы, из которых сделаны экспонаты, самые разные. От автозапчастей до кухонных принадлежностей. Участники утверждают, что их творение – это второй шанс для старых вещей, которые должны были попасть на свалку, показать себя во всей красе. А это скульптуры сделаны все из отходов, из бытовых отходов, то есть детали приобретены на пунктах сбора металла. Это как бы относится идея к четвертой технической революции. Рыбачка Соня уже третий год подряд принимает участие в различных фестивалях. Эта скульптура пережила многое. Ее смывала волна и забирали воды Черного моря. Но в этом году вандалы перестарались. По словам автора, он специально не убирает и не реставрирует рыбачку, чтобы отдыхающие видели плод труда разрушителей. Вот в этом году у нее новые проблемы. Это как бы одесские вандалы. Она стояла вот на этом предистале, выступала с этого места и как бы в сторону моря вытаскивала со стороны моря рыбку. Вот буквально два дня фестиваля и можно посмотреть, каким образом она сейчас сброшена с этого фестиваля одесскими вандалами. Социальный проект полностью держится на энтузиазме организаторов и скульпторов, которые поддерживают весь фестиваль. Единственное, за что нужно платить, это мастер-классы и тренинги, проходящие здесь регулярно. А вот посетить арт-выставку можно бесплатно. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.